Всем привет! Меня зовут Дина. Во второй части мастер-класса по вязанию плюшевого дракона мы с вами свяжем рожки, пузико и ножки, которые будут состоять из трех деталей. Все необходимые инструменты и материалы я оставлю под видео. Ну что, давайте начнем! Начинаем вязать ножки. Все тот же крючок три с половиной. Делаем 2 воздушные петли и во вторую петлю от крючка вяжем 8 столбиков. Следующие 8 прибавок. Следующий ряд вяжем 1 столбик прибавка и в конце ряда должно получиться 24 столбика. 1 столбик прибавка и последний столбик прибавка. Следующий ряд вяжем по кругу 24 петельки без изменений. И 24. Следующий ряд вяжем 2 столбика прибавка и в конце ряда должно получиться 32 петельки. 2 столбика прибавка и вяжем 2 столбика прибавка. 2 столбика прибавка и вяжем 2 столбика прибавка и вяжем 2 столбика. То есть у нас должен быть переход постепенный. Ниточку пока не обрезайте. Вяжем по кругу с 6 по 11 ряд. Где-то может быть 2 столбика, где-то 3, где-то 4 по кругу. Так, допустим здесь 3 будет столбика. Меняем цвет. Следующий вяжем. Попустим вот провязали несколько раз 2 3 4 до 4 в 5 делаем замену. Здесь можно сделать 1 столбик поменять цвет и дальше идем по кругу. 2 3 4 5 6 и в седьмую тоже можно сделать замену цвета. Главное вот здесь сильные ниточки не натягивайте. 1 2 3 4 Следующий 5 будет 1 2 3 4 1 2 3 5 и снова замену цвета можно сделать. И к концу 11 ряда нужно будет выйти уже на полноценный коричневый цвет, чтобы было без пробелов. Это был шестой ряд, сейчас вяжем седьмой ряд. И еще раз замена. Извиняю. Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше добавляйте коричневого. Продолжение следует... Смотрите внимательно, чтобы деталь сильно не стягивалась. Из-за вот этих протяжек просто ослабляйте. Продолжение следует... Следующий девятый ряд... Все так же по кругу без изменений провязываем. И остальные два ряда провяжем по кругу и выйдем на полностью коричневый цвет. То есть здесь уже будем вязать коричневым. И будет у нас вот такой переходик. Вот такая у нас деталь должна получиться на этом этапе. Ниточку голубой я обрезала и связала вот здесь вот с ниточкой, которую начинали. Следующий ряд вяжем коричневой уже пряжей до конца по такой схеме. Два столбика убавка и в конце ряда должно получиться 24 столбика. И эти 24 столбика мы провяжем по кругу без изменений. Значит, следующие два ряда вяжем по такой схеме. Два столбика убавка и 24 столбика по кругу. Два ряда я довязала. Следующие два ряда мы вяжем по схеме. 6 столбиков убавка и 15 ряд 5 столбиков убавка. И в конце ряда должно получиться 18 петелек. Сейчас вяжем 6 столбиков убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убавка так до конца ряда. И следующий ряд 5 столбиков убавка. И будем вязать стопу. 5 столбиков убавка я провязала. Получилось у нас 18 столбиков. Следующий ряд вяжем 1 столбик убавка. И так до конца ряда. И в конце ряда получится 12 столбиков. И эти 12 столбиков мы провяжем по кругу. Деталь нужно будет наполнить, но не сильно. Значит, сейчас вяжем 1 столбик убавка. И следующий 17 ряд 12 столбиков по кругу. Вот такая деталь у меня получилась. Здесь я сделала соединительный столбик. Хвостик спрятала. Вот так мы будем пришивать. Поэтому сильно не наполняйте. Начинаем вязать стопу. Тот же крючок 3,5 см. Коричневая пряжа. 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков. Следующие делаем 6 прибавок. И 12. Следующий ряд вяжем 2 столбика прибавка. И в конце ряда будет 16 столбиков. 1, 2. Прибавка. Следующий с четвертого по восьмой ряд вяжем 16 столбиков без накида. Восьмой ряд я провязала. Сейчас будем вязать 9 ряд. Здесь мы завершаем вязание. 2 столбика убавка. И в конце ряда получится 12 столбиков. И 10 ряд провяжем 6 столбиков убавка. И закончим вязание. Ножку набьем. И тоже не сильно. Не ножку, а стопу. Значит, сейчас вяжем 2 столбика убавка. И 10 ряд 6 убавок. Так, давайте свяжем подошву. Берем коричневую пряжу. Набираем 8 воздушных петелек. Одну петлю подъема делаем накид. И во вторую петлю от крючка провязываем столбики с накидом. Сначала 2. И еще 2. Снова накид. И в обратном направлении проходим до конца столбиками с одним накидом. До конца я провязала. Вот в последнюю петельку мы делаем 3 столбика с одним накидом поворачивая вязание на другую сторону. И по другой стороне цепочки точно так же вяжем столбиками с одним накидом. Провязали. И следующее мы делаем обвязку столбиками без накида по кругу. Просто в каждую петельку по одному столбику. До конца я довязала. Делаю соединительный столбик. Ниточку вытягиваю и с внутренней стороны завязываю. В конце мы будем эту деталь пришивать к стопе. Итак, начинаем вязать пузико. вязать мы будем поворотными рядами. Набираем 6 воздушных петелек. Затем одну петлю подъема или воздушную петлю. Во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков. и 6 столбиков. поворачиваем и так вяжем 5 рядов делая в конце и вначале одну воздушную петельку или называется еще столбик подъема так 6 5 рядов провяжем самостоятельно так и 1 вверх идет поворачиваем 5 рядов я провязала следующий сделали воздушную петлю повернули вязание и делаем первую прибавку затем вяжем 1234 и в последнюю прибавку прибавка и 1 воздушная петелька повернули здесь мы вяжем без изменений 1 2 и 8 снова воздушная петелька и следующие два ряда мы провяжем без изменений точно также провязали одну воздушную петельку я сделала вязание перевернула делаем снова в начале прибавка и 1 2 и в конце прибавка снова одну воздушную повернули вяжем без изменений этот ряд 1 2 и 10 1 воздушная повернули следующий ряд вяжем снова в начале прибавку прибавка 1 8 в конце прибавка и 1 воздушная повернули без изменений следующий ряд 1 1 2 и 12 1 воздушная повернули следующие снова прибавка в начале ряда прибавка 1 10 прибавка в конце ряда и 1 воздушная петелька повернули следующий ряд без изменений 1 2 13 и 14 и так в каждом ряду мы будем провязывать по 14 столбиков до конца делая в начале и в конце петли подъема значит в этом до конца мы вяжем полотно 15 15 рядов мы провязываем где-то вот столько должно у нас получится 15 столбиков до конца ряда и ниточку не обрезаем будем делать обвязку по краю до конца я довязала и сейчас нам нужно будет сделать обвязку по внешнему краю вот здесь закончим и вязание провязываем обычными столбиками без накида просто по кругу чтобы вот этот страшненький край не был виден вот такая деталь у вас должна была получиться и следующие давайте свяжем крошки берем коричневую пряжу тот же крючок три с половиной делаем 2 воздушные петли и во вторую петлю вяжем три столбика без накида 1 2 и 3 так следующий один столбик прибавка 1 2 3 4 5 6 6 столбиков нужно будет провязать по кругу 4 ряда по 6 столбиков и следующий вяжем 3 столбика прибавка 3 столбика прибавка я провязала следующий ряд мы вяжем просто по кругу без изменений и 7 7 столбиков в этом ряду получилось следующий ряд вяжем 2 столбика прибавка 1 столбик у меня в конце остался далее по кругу вяжем без изменений 2 ряда и ниточку можно будет обрезать вот такой рук у нас получился 2 свяжем самостоятельно